И во многом эти изменения Конституции это еще и политическая демонополизация института президентской власти как такового. Взять хотя бы тот же запрет на принадлежность действующего главы государства к какой-либо политической партии и лишение его целого ряда прежних полномочий. Но демонополизируя себя в политике, президент призывает демонополизироваться других в экономике. О том, как идет этот процесс, расскажет Анна Абрамова. В приличном обществе кто платит, тот обычно и музыку заказывает. Общество у нас приличное, а вот правила игры на некоторых экономических рынках зачастую несправедливые, потому как некоторым они дают привилегии за чужой счет. То есть платят одни, а музыкой наслаждаются другие. Что ровным счетом и получилось, к сожалению, в нашем обществе, когда были созданы определенные исключения, определенные монополии, определенные особые условия для небольшой группы лиц, для небольшой группы компаний. И фактически, если так разобраться, на нас с вами, всех 19 миллионов казахстанцев, только небольшая группа лиц зарабатывала. И вот эта маржа, вот эта прокладка, которая генерировала серьезные суммы, фактически была растворена во всех услугах, товарах, которые мы с вами потребляем. На этой неделе стало известно, что монополист в сфере утилизации автомобилей, который и так наживался на автовладельцах, еще и намеревался похитить значительную сумму – 118 миллиардов тенге. Еще один способ наживаться на автомобилистах, в том числе, монополизировать топливно-энергетический комплекс. Причем с помощью создания даже не одной монополии, как это было в случае с оператором РОП, а сразу нескольких, которые теперь намерены устранить. Рассматриваются и вопросы ликвидации ранее созданных, искусственно созданных частных монополий. К примеру, нефтеперерабатывающие заводы, когда выводят из единого технологического цикла какие-то активы, тем самым создавая кроме одной монополии еще вторую монополию – монополию по хранению газа, монополию по обогащению нефтепродуктов. То есть беда в том, что из-за ограниченного доступа к инфраструктуре переработки нефти и транспортировки нефтепродуктов произошла еще и монополизация оптового рынка, на котором существует два игрока, занимающих 80%. В результате мы видим высокую маржинальность этого оптового звена, практику реализации ими нефтепродуктов через посредников, через аффилированных с ними посредников. То есть в результате у нас розничная сеть вынуждена покупать бензин и нефтепродукты через посредников, а не напрямую. Все это оказывает влияние на конечную стоимость. Впрочем, в этой сфере при условии демонополизации и уменьшении госрегулирования здоровая конкуренция все же возможна. А ведь есть сферы естественных монополий, когда услугу действительно может предоставлять только одно предприятие. И в таких случаях развить конкуренцию практически невозможно. Ну то есть монополист, который поставляет нам газ, воду, электричество, очень сложно построить новые трубы, новые водопроводы, чтобы у пользователя был выбор. Ага, я хочу получать воду от этой компании или от этой компании. Это абсолютно нереально. ЖКХ считается естественной монополией. И главная претензия к естественным монополистам, тем же тепло- и электроснабженцам, к примеру, это качество предоставляемых услуг. Ни один отопительный сезон не проходит без жалоб на холодные батареи. А это значит только одно. Те, кто владеют теплоэлектростанциями или сетевой инфраструктурой, не проводят необходимых ремонтных работ. Наглядный пример – недавняя трагедия. Из-за частичного обрушения дымовой трубы ТЭЦ погибла женщина. А ведь в стоимость тарифов, которые оплачивает население, включены в том числе и средства на ремонт. Естественно, на монополии у них вот эти вот 30 лет мы слышим только один и тот же довод. То есть не хватает средств для модернизации, не хватает средств для того, чтобы повысить эффективность и так далее. Эти 30 лет, на самом деле, по всему Казахстану люди платили исправно. И я думаю, что люди платили немалые средства. И у людей вопрос, куда деваются их вливания. Впрочем, как выяснилось, поставки электроэнергии входят в конкурентный рынок. Но и здесь монополисты препятствуют включению независимых поставщиков в игру. Потому как увеличение количества участников вынудит их искать дешевые источники электроэнергии. Развивать конкуренцию на этом рынке предлагают через... Увеличение объемов торгов электрической энергии, снятие барьера входа на рынок для независимых поставщиков электроэнергии, что как раз может создать условия для ценовой конкуренции. С другой стороны, в рамках госрегулирования цен полностью снижаются стимулы для привлечения в частях инвестиций в эту сферу. Но вернемся к монополиям, активы которых уже передали государству. На этой неделе в госсобственность возвращены 100% акций компании, которая держала на балансе больше 400 железнодорожных подъездных путей и взимала немалую плату за перевозку грузов по этим путям. И эта плата опять же ложилась на плечи конечного потребителя. Но тут возникает вопрос, не получится ли так, что переданная монополия так и останется монополией только уже в других руках. Это обосновано. Вначале все консолидировать у государства, а потом по каким-то новым, честным, прозрачным правилам это все дальше передавать наиболее конкурентоспособным бизнесам, компаниям, которые смогут правильно распоряжаться этими активами. В то же время просто устранить уже имеющиеся монополии недостаточно, потому как это не дает гарантий того, что не образуются новые. А значит, необходимо создать такие механизмы, которые смогут предотвращать монополизацию отраслей. Очень важно сейчас, и в первую очередь для нас, как депутатов Мажелеса, парламенту, создать такие институциональные, законодательные механизмы, чтобы ограничить возможность создания монополий в ключевых сферах нашей жизни. И мне кажется, роль антимонопольного комитета должна сейчас поменяться от такой, скажем так, мониторингово-карательной на профилактический, аналитическую. В тех же отраслях, где монополии являются естественными образованиями, необходимо устанавливать надлежащий контроль за тем, насколько субъекты естественных монополий выполняют свои обязательства перед потребителями. Мы должны на сегодняшний день включить еще механизм общественного контроля, чтобы люди могли контролировать те сферы экономики, которые напрямую влияют на социальное самочувствие людей. Факт того, что всегда будут те, кто стремится получить сверхприбыль, которую вполне могут обеспечить монополии, остается фактом. А потому речь и идет о комплексной работе. От устранения уже имеющихся проблем до предотвращения их появления. Анна Абрамова, Азамат Саметов, доктор Терликбаев, Мухамед Али Тельдабаев, Житыкун.